здравствуйте мы с вами находимся в центральном сочи самый центральный пляж недалеко от у морского вокзала сочи сегодня у нас 10 июля сегодня вы узнаете сколько реально людей в этом видео вы знаете сколько реально людей едет в электричке сочи из лазаревска едет сочи посмотрим какие предлагают ли в экскурсии экскурсии предлагают в электричках если они предлагают обязательно снимем такой ролик и прогуляемся возле морского вокзала и придем на самый центральный пляж сочи который 10 июля людей меньше чем в лазаревской подписываемся на канал ставим ставим лайк и смотрим сколько реально людей едет и в электричке на экскурсии в сочи смотрим вот подъезжает электричка ласточка в это время она идет 5 вагона и она идет в аэропорт вы напрямую ищем до кваджа можете приехать в аэропорт и что хочу сказать сейчас мы с вами узнаем сколько реально меньше ли стало людей в в электричке когда у нас с 1 июля для заселения в гостинице нужно пцр тесты или или что и в первом вагоне туалет я все время сажусь во второй вагон сейчас мы с вами узнаем истину сколько реально об она людей в электричке меньше не стало так как люди немножко выходят так и заходим в электричку . все едем с вами в сочи стоя посадка окончена поезд отправляется следующая остановка будем тут стоять так вот мы с вами добрались до сочинского морского вокзала буквально через метров 200 мы до него дойдем пока прогуляемся посоль по морскому вокзалу тут у нас великолепные яхты предлагают разные экскурсии какая у нас типа не знаю что это не яхта в какой-то плод под названием красавчик сападовской типа какого-то плода и сейчас мы с вами выйдем на самый центральный пляж сочи который находится перед фестивальным рядом с железнодорожным авто уже все перебрал морским вокзалом в сочи яхт я хочу за в сочи именно в этой части стало немножко поменьше не знаю как то людей поменьше это яхт смысл сами сделаем большую прогулочку перед морским вокзалом посмотрим сколько реально людей отдыхает сколько сколько на яхтах катаются сочи сейчас вам скажу у нас 10 июля время сейчас у нас 13 13 самое время обеда раньше яхты прямо стояли битком штучка в штучке сейчас у нас как-то все немножко все немножко стало прожиже в сочи не знаю с чем это связано вроде бы квартиры дома сочи покупают хорошо даже за такие бешеные деньги риэлторы не жалуются но яхт стало меньше но чем ближе к центру они прям увеличиваются а сколько стоит час час восемь семь это сколько человек можно вместиться на любой яхте 10-11 12 капитан у нас просто есть одиннадцать человек 8 часов 7 8 часов в час нет один час стоит 8 и 8 тысяч 7 есть янды и по 5 и по 6 и парен красотка 5000 час 11 человек может сразу покататься да но я вам лучше на 11 человек сдан парус на который восемнадцать метров длиной четыре с половиной хорошо сейчас мы тогда подумаем спасибо визиточку не визиточку сфотографируйте а вот можно прямо снять можно снять мария 8 967 492 50 71 все да спасибо хорошо и так за 5000 рублей 11 человек вы можете кататься 500 рублей чем хочу сказать цены подешевели в два в три раза сейчас в сочи реально подешевели цены в том году было покататься на яхте уже тысяча полторы тысячи рублей 40 минут а сейчас вы за 500 рублей можете покататься если вы набираете группу своих ну энтузиастов они принципе тоже сами надо периодически эти все группы набирают слушаем слушаем информацию так какой-то теплоход предлагает тоже экскурсию реально и здесь стала яхт реально стало меньше вот мы уже подходим к самому центральному сочи морскому вокзалу цены в три раза дешевле так что все все делаем pcr тест отдыхаем в сочи в августе вы приезжаете с уколами с сертификатом вы из госуслуг отдыхаете можете покататься в сочи на яхте дешевле чем в том году в два в три раза без проблем яхт ну яхты есть ну как бы раньше не было свободных мест таких вот не было проплешина сейчас смотрим тут нет никто не стоит там никто не стоит как бы раньше было все битком я не знаю чем это связано но сейчас мы с вами идем наша цель с вами прийти к на центральный пляж сочи который находится за морским вокзалом и подойдем кто и ротунди там пройдем и сразу выйдем на центральный пляж города сочи перед фестивальным узнаем сколько реально людей отдыхает сочи на пляже сами поняли что яхт сочи становится меньше уточки в море плавают какие-то или уточки либо кланчики музычка играет магазин bosco можете себе купить великолепные велосипеды разную одежду с русской символикой который шьет олимпийским олимпийскую одежду всякие разные олимпийские костюмы яхта сочи сейлин телефон если хотите снять парусную яхту 8 988 411 57 63 разные яхты тут длин длинны разных длиной яхты сочинский морской вокзал великолепный великолепный так что у нас тут сочи все красиво первый раз я нахожусь летом в сочи и тут так мало отдыхает людей все таки не все хотят делать и пцр тест но почему-то в лазаревской сейчас появляется ссылочка как было в лазаревской позавчера или позавчера 9 человек было лазаревской вчера на пляже людей не про не пройти вообще кого-то ходите прям по головам очень много людей в лазаревской отдыхает на пляже а в сочи перед морским вокзалом как будто я вообще один гуляю здесь сами увидите какая обстановка у нас 10 июля время 13 часов 18 минут сейчас мы подойдем к ротонде именно поэтому пирсу или причал или писак это называется именно здесь парк припалка парковался фильм который уходил в трапзон из бриллиантовой руки фильм бриллиантовая рука именно здесь наверху они на втором этаже кушали мороженое детям мороженое маме цветы жене цветы именно на втором этаже вы также можете здесь покушать сами тоже мороженое великолепное ух именно вот к этому причалу парковалась судно сочи трапзон давайте вот фотографии показываю вам фотографии как это было когда-то у них тут есть и ретро фотографии вот великолепная россия теплоход ривьера какой-то как это было а вот большие большие такие теплоходы лайнеры ходили в турцию вот у них экспозиция фотографий что тут у нас вот мы идем сейчас к этой ротонде вот на этой фотографии кафе ротонда вот это ротонда и мы с вами сейчас пройдем на самый центральный пляж сочи видно сколько какие-то реальные проплешины сколько нету яхт самый большой центральный красивый вокзал морской вокзал сочи также впереди нас фотография которая показывает как он еще строился в лесах стоит все само здание с вами подойдем вот морской вокзал еще в лесах строительство вот красивые отличные фотографии каком-то из магазинов здесь раньше продавали яхты не яхты а этим чугунные или металлические статуи сейчас этого уже магазинчика нету ротонда вот мы сейчас когда гули как только начал видео из морского вокзала мы стояли рядом с этой ротонда и мы его проходили уже если немножко отмотаете назад увидите обязательно эту ротонду вот какая-то девушка из ссср гуляет вдоль вот она стоит на этой набережной тут припаркованные большие такие вот сюда девушка ссср все что все что европа от лайнер европа стоит вот лайнер европа вот эта ротонда . вот мы находимся прямо на этом месте где где стояла бы стояла раньше европа и так вид великолепный на морской вокзал доходите до кран до конца писта делайте фоточку селфи в 100 грамм чик или куда в этом запиливаете также у нас идет из пленэр люди рисуют на пленэре и мы с вами сейчас пройдем пройдем вот весь проход по тайной не по тайной просто реальный проход есть хороший когда мы можем попасть сразу на центральный пляж соучий и так у нас сейчас мы выйдем тоже мы пройдем рядом ресторан для терраса марина и выйдем на центральный пляж который перед фестивальным сочи у нас тут есть фестивальный видно ну не знаю камера наверное передает там видно здесь церковь старый старый самый первый морской этот маяк первый морской маяк и мы вдоль кафе выходим на центральный пляж сочи осталось буквально 80 метров сейчас вы реально увидите все сами реально вы видите обычно здесь все время толпы туристов которые фотографируются которые фотографируются делают хорошие такие великолепные фотографии любуются морем сегодня море чистейшая плавают черные рыбки здесь не купается купается вон там сейчас мы туда придем прылы рыбки плавают сейчас мы с вами прогуляемся здесь вот когда у нас была олимпиада здесь было как бы там где болели ставили большой кран как бы площадь для болельщиков показывали олимпийские соревнования если вы не попали на сами олимпийские игры то можете могли здесь посмотреть разные соревнования какие-то тут раньше было больше тренажеров что-то вчера мне кажется сочи все все меньше 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 тут остались какие-то только одни турники раньше от ворд-класса здесь были разные тренажеры вот мужчина на сапе катается девушка пытается опять подняться на на сап они сражались здоровье за родину свеча памяти такая здесь красивая вот стена и вы хотите подъехать папа дешевому отдохнуть ставите палатку прим с очень на сантим на центральном пляже ставите вы такой вот палатку и можете отдыхать безвозмездно центре соча прямо на центральным пляже сейчас мы с вами выйдем на перед уже мы потихоньку мы подходим потихоньку мы подходим центральному пляжу немножко по мы конечно прогуляем сейчас мы посмотрим как это выглядит с пирса сколько людей реально отдыхает сколько людей катается на сапсерфингах вода немножко здесь чистая плавает мусора здесь она немножко мутная но мусора не плавает молодежь без проблем прыгает и я смущение вы сами тоже этот парень с девушкой хочет прыгнуть сколько реально молодежи прыгает итак смотрим прыгнуть не прыгнуть смотрим у нас есть александрийский маяк одной из самых первых зданий которая построила сочи самая большая высотка вот у нас гостиница пульман между маяком и гостиницей пульман тем у нас гостиница хаят большое большое этот фестивальные большие вверх большая ферма крыш крышная ферма который открытый у нас где проходят все квн и все все у нас проходят квн и все концерты это у нас концертный зал фестивальный сад открыты полностью также у нас самый первый моя городе сочи которому уже не знаю 2 около сколько ему 1800 каких-то годах у построили вот видно также гостиница жемчужина видно на причале люди загорают купаются так прыгать печал час мы пройдемся с вами по пляжу все пляжи в сочи вы видите разбиты такими бунами в лазаревской чем докладу таких бун просто нету сейчас вы сейчас мы немножко пройдемся по пляжу и вы реально узнаете сколько реально отдыхает людей посмотрите мусор есть вода чистая сейчас смотрим есть мусор вода чистая с этой стороны мусора нету но вода почему-то немножко мутная итак мы с вами сейчас пройдемся по пляжу и подойдем по набережной к фестивальному в концертный зал фестивальный владельской в сочи сегодня мы сами ведем репортаж прямо с центрального сочи сколько реально людей отдыхает на шезлонгах сколько у нас на шезлонгах отдыхает сколько лежат на своем полотенчике с как это реально выглядит на сочи самый центральный пляж рядом с морским вокзалом вот люди у нас отдыхают купаются людей в пять раз меньше чем в лазаревской не так много людей как могло бы быть в лазаревской людей гораздо больше чем чем в сочи отдыхает так что если вы хотите более-менее безлюдные пляжи то приезжайте сочи если вы хотите совсем безлюдные пляжи то приезжайте чем это кваджи и пляжи будут совсем чистый совсем без бум ему сейчас выйдем на набережную все пляжи разграничены такими вот бунами чтобы пройти с одного пляжа на другой пляж нужно пройти немножко по набережной тут какой-то тоже открытый аквапарк и вот видно концертный зал фестивальный у нас большой такой сейчас мы сами еще по пивцу пройдем пляжный инвентарь а сколько стоит взять шезлонг шезлонг 350 рублей матрас 100 рублей столик 100 рублей зонт 400 рублей если взять шезлонг зонтиком после пяти скидка шезлонг 150 зон 150 бунгало 2000 рублей если взять шезлонг и зонтик то нужно заплатить 750 рублей спасибо шезлонг и зонтик зонтик отдельно то он 400 выходит так и того чтобы шезлонг зонтиком нужно 500 600 рублей заплатить ну да спасибо вот сами вы кто-то интересовался ценами на шезлонги сезлонги зонтиками мы выходим на 2 на 2 пирс на 2 пирса или бона как-то называется я точно не могу сказать и пирс либуна можете взять сапсёрфинг себе в прокат смотрим сколько реально людей отдыхает на северную сторону сколько реально людей отдыхает на южную сторону пляж совсем не широкий нас пляжи не широким тоже есть какая-то небольшая зона отчуждения для выхода для выхода сапсёрфингов и вот там вообще пляж метра 4 шириной если здесь пляж метров 10-15 шириной то там уже пляж метра 4 вот опять же александрийский маяк между александрийским маяком у нас хаят пульман концертный зал фестивальный и вот большой шпиль большой шпиль это у нас находится непосредственно жить морской вокзал морской вокзал сочи где взять на вам нужно сделать фотографии так что показать ну на горизонте видно много-много разных яхт очек там у нас я тачки какие-то спортсмены цены верных человек делал соревнования и обучение происходит но людей реально меньше чем в лазерской кстати кстати если вы садитесь в электричку в лазерской но в принципе в любой месте где вы едете в сторону сочи это в электричке вам обязательно предложат разные экскурсии в разные направления олимпийский парк красная поляна обзорную по сочи сейчас собственно заодно и узнаете какие экскурсии предлагают в электричке в лазерской области и Продолжение следует... Продолжение следует... Рядом с поющими фонтанами, куда встроены такие вот магазины, Мозаика Зураба Царетели. Люди проходят, даже ее не замечают. И вот тут еще небольшой кусочек есть. Напротив понастроили магазины, и у меня хватает всю прелесть. Прямо в центре Сочи можно великолепные фотографии сделать себе для Инстаграмчика на фоне Мозаик Зураба Царетели. Подписываемся на канал, ставим лайк. Сегодня у нас 10 июля. Скоро мы с вами откажемся на центральном пляже в Лазаревской. И на пляже Дельфинов обязательно погуляем. Пишем свои комментарии, где бы вы хотели, какой бы обзор вы хотели бы видеть Лазаревской, Чемитакваджи, Сочи. Но Сочи очень я реже бываю. Так что подписываемся на канал, ставим лайк. До новых встреч. Пока.